Такой джем из земляники на зиму можно приготовить разной консистенции, это может быть даже конфитюр, тогда используется желатин или пектин, в данном случае джем готовится только с добавлением сахара. Вкусно и полезно, это джем из земляники на зиму, его можно использовать не только как десерт к чаю, но и как отличная добавка к выпечке, густоту джема регулируйте сами и, если понадобится, добавьте сахар или желатин, заранее разведенный в теплой воде. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Варенье из земляники ценится не только за красивый внешний вид, но и за пользу для здоровья, все полезные свойства ягод можно сохранить, даже приготовив джем из земляники на зиму, несколько часов, и горячий джем можно будет закатывать в банки. Итак, начинаем с того, что нам нужно перебрать ягоды, тщательно вымыть их и удалить хвостики. 2. Затем засыпаем ягоды сахаром и ставим вариться на слабом огне, пока сахар не растворится, при варке нужно постоянно мешать джем и снимать образовавшуюся пену. 3. После этого снимаем нашу землянику с огня, даем немного остыть и перемалываем всю массу блендером до состояния пюре, затем снова ставим на огонь и провариваем на очень слабом огне еще около 20 минут. 4. Разливаем по банкам готовый джем, закатываем, банки обязательно должны быть простерилизованными, если густота джема вас не устраивает, добавьте еще сахар или разведенный заранее желатин и проварите еще немного. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Вкусняшки, подписавшимся Как и обещали, расскажем ингредиенты. Земляника 1 кг, сахар 1 кг, количество порций 20. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Жду вас снова! Субтитры создавал DimaTorzok